Вторжение номер 5. Александр Зубченко на версии Ком. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что ваши лайки, комментарии или репост будут продвигать не только это видео, но и весь канал в целом, невзирая на все запреты, препоны ютуба, на кузни по удалению ваших комментариев, только при вашем активном участии, в том числе и финансовом, у этого канала есть будущее. Спасибо за понимание. Вообще это, конечно же, большое свинство – нападать посреди рабочей недели. Президент США Джо Байден, опираясь на исчерпывающие сведения американского разведсообщества и данные метеосфодок «Степень промерзания грунта под Чаркасами», анонсировал две даты вторжения Путина – 15 и 16 февраля. По итогу получается полный бардак. Сегодня день всех мать их влюбленных. Надо праздновать, поскольку мы цивилизованная европейская страна. И поэтому Святой Валентин, равно как и Хэллоуин, являются нашими евроскрепами. И меньше 24 часов остается до вторжения. Порядочные диктаторы так не поступают. Служба безопасности Украины уже выразила свое возмущение по данному поводу. В официальном заявлении СБУ подчеркивается, что наша нация столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации, что является очередной мощной волной гибридной войны. Не могу не согласиться с мнением нашей авторитетной спецслужбы. CNN, NBC и весь Госдеп как с цепи. Зараза, сорвались. Каждый день нагнетают панику среди мирных украинских граждан. На минувших выходных британские страховые компании, оперируя фейковой информацией Байдена о нападении, отозвали страховки у самолетов, которые имеют неосторожность летать над территорией Украины. Поскольку большинство аппаратов находятся в лизинге, их владельцы объявили о прекращении полета в нашу паралимпийскую сверхдержаву. Некоторые рейсы стали сажать в Кишиневе, чтобы люди могли полюбоваться земными красотами, продолжая свой путь в Киев на удобном автобусе. КЛМ сразу отменила все рейсы. Люфтганзе собирается сделать это сегодня после 16.00. В экстренном порядке собрался украинский Кабмин и постановил выделить 16,5 млрд грн, около 500 млн долларов, на создание страхового фонда авиаперевозчиков. Уже глубокой ночью бюджетный комитет Верховной Рады одобрил это историческое решение, которое должно было поставить на место взорвавшихся британских страховщиков. Теперь начнется авиаромашка. Верю в украинский фонд, не верю. Те, кто верят, полетят, остальные будут воздерживаться. Прямые убытки налицо. И это, заметьте, еще Путин не вторгся. Вот так фейки, распространяемые прокремлевскими СМИ, бьют по нашей суверенной экономике. Закрывают мерзавцы небо над страной. К счастью, большинство украинцев абсолютно спокойно восприняли новость о предстоящем вторжении. В основном побежали насквозь прогнившие олигархи. Улетел Ренат Ахметов, точнее он и не возвращался в страну с января месяца. Как и Виктор Пинчук, который с начала года безвылазно сидит вместе со своим тестем в уютном лондонском доме. Харьковский олигарх Александр Ярославский так торопился уехать, что дважды переехал по пути в аэропорт живого человека, который затем скончался. Но не он сам, а его кортеж. До закрытия неба очень быстро улетели на бизнес-джетах Вадим Новинский, бизнес-партнер Ахметова, представители так называемого «Крыла Левочкина» в ОПЗЖ, Вадим Столлар и Игорь Абрамович, а также известный киевский застройщик Вася Хмельницкий. Петр Порошенко, как пишут ТГ-каналы Офиса Президента, вывозит в бронированных инкассаторских автомобилях банка по МБ Рената Ахметова наличку в Польшу. Ну и свою семью. Кстати, личный самолет Ренат Леонидовича вывез в Вену весь клан Гордонов. Родителей, сыновей, дочерей, племянников всего 12 человек. Сам Гордон вместе с супругой пока в Киеве. Но меня больше всего трогают посты простых украинцев, которые покидают страну накануне анонсированного Байденом фейкового вторжения. Вот что пишет в Фейсбуке сотрудница Радио Свобода. С болью в сердце вынуждена покидать страну, поскольку работаю в Праге. Увожу с собой маленький трезубец. В оригинале именно так написано через «и», который мне подарили друзья. Я люблю тебя, Украина. Зараза, да слез? В комментариях под постом начался лютый срач на тему эвакуации. Остающиеся в стране с помощью различных образов, имеющих отношение к порнографии, выражали свои отношения к журналистке, которая так вовремя свалила из страны. Говорить о начале президентской программы «Большая эвакуация» еще рано, но все предпосылки уже, как говорится, налицо. Руководствуясь фейковой информацией о вторжении, распространяемой подконтрольными Белому дому СМИ, классификацией СБУ, посольство США в течение 24 часов переезжает во Львов. Вчера в окнах американского представительства до поздней ночи горел свет, гудели шреддеры и иногда слышался мат Кристины Квинн. Британские дипломаты в этом отношении гораздо шустрее своих заокеанских коллег. Они даже флаг успели снять со здания посольства, которое расположено аккурат возле украинского МИДа. Львов постепенно превращается из культурной столицы нации в дипломатическую. Туда переезжают посольства США, Великобритании, Германии, и почему-то Австралии. Правительства 41 страны мира настойчиво рекомендовали своим гражданам покинуть Украину в ближайшие сутки. Причем израильские дипломаты рекомендовали это сделать дважды. Сначала немедленно покинуть, а затем ускоренно уехать. Судя по всему, наши стратегические партнеры были в курсе насчет операции «Закрытое небо», которую провернули британские страховщики. Поэтому бежать своим гражданам предлагали с использованием наземного транспорта. В Польше уже развернут возле границы с Украиной чудесный палаточный городок, готовый принимать беженцев как с американскими, так и с европейскими паспортами. Дипломатическое представительство Нидерландов очень скрупулезно подошло к вопросу эвакуации. Выпустило специальное разъяснение по поводу собак и кошек, а также хомячков, которые голландцы хотят вывезти из Украины, пока только Гондурас не призывал своих граждан покинуть украинскую территорию. Молодцы ребята, не поддаются на фейки, запускаемые в медиапространство администрацией нашего стратегического партнера. Еще раз подчеркну, несмотря на информационную гибридную войну, ситуация в стране остается полностью контролируемой и стабильной. Оппозиционные телеканалы системы закрываются решением СНБО. Наш СБО выпускает специальные разъяснения, как бороться с фейками в мозгу. Гривна стабильно падает. Несколько разрядило обстановку телефонный звонок Байдена Зеленскому, который состоялся вчера. Наш президент предложил Джо приехать в Киев либо 15, либо 16 февраля, чтобы прикрыть, так сказать, своим телом Украину от гибридного вторжения Путина. Байден с благодарностью отказался. Для тех, кто не понимает судя происходящего, депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Чернев написал превосходный аналитический материал, который он почти дословно скопипастил у главреда издания «Ценсорнет» Юрия Бутусова. На самом деле сейчас происходит самая масштабная информационная спецоперация США в истории. Ее цель – окончательно вытеснить президента эры Владимира Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства от Владивостока до Лиссабона и глобального проекта «Китай. Один пояс. Один путь», где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении. По словам Чернева Бутусова, задачи этой спецоперации лежат на поверхности. Просто мы настолько тупые, что их не понимаем. Думаем, что за фигня, а оказывается цели следующие. Первое. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Североатлантического Союза и Запада в целом. Второе. Демонизация РФ в мире и создание ей устойчивого токсичного вида. Третье. Нанесение без войны наибольшего ущерба для экономики РФ. Четвертое. Разжигание антивоенных настроений в самой России. Пятое. Деморализация русской военной элиты из-за публичного разоблачения их секретных материалов. Это самое красивое оправдание бегства наших стратегических партнеров из Украины. Вот и на чё, Михалыч. Мы ж думали, они текают, а это мощная спецоперация. Практически Афганистан-2 только круче. Некоторые сомнения возникают по поводу третьего и четвертого пунктов. Пока наибольшие потери от спецопераций США несет украинская экономика. И потому, если тиран не станет нападать на Украину в объявленной американской разведкой лично Байденом сроке, то может пострадать репутация ЦРУ. А это чревато деморализацией американской военной элиты. Александр Зубченко. Вторжение номер 5. Вообще-то, все это очень похоже на договорняк по оставлению Украины в сфере российских интересов. Грубо говоря, передают страну из рук в руки. Очищенную. Продолжение следует...